Кубань 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 Кубань24.tv Мы проводим традиционное голосование. Опрос на нашем сайте, на главной его странице. И звучит он сегодня следующим образом. Как получить хорошую работу? Вариант первый. Активно ее искать. Вариант второй. Постоянно повышать квалификацию. Вариант третий. Обратиться в центр занятости. Или четвертый вариант. Работать на себя. Итоги голосования мы подведем в конце нашего эфира. Как всегда. Ну а сейчас мы только начинаем. И я рад представить нашего гостя. Начальник управления занятости населения Министерства труда и социального развития Краснодарского края Николай Николаевич Зародов. Здравствуйте, Николай Николаевич. Спасибо, что находите для нас время. Вот я в том вступительном слове сказал о том, что осень это пора оживления. В том числе и для рынка труда. Так ли это на самом деле? Касается ли это тенденция Краснодарского края? Или наши территориальные и, может быть, климатические особенности тоже влияют на этот процесс? И ничего, в общем-то, существенного не происходит. Как вы считаете? Ну, рынок труда, он всегда активен. Но он имеет колебания, как таковое, не только в Краснодарском крае, в целом по России, но и в мире. Краснодарский край объективно имеет сезонную занятость, но переходит на межсезонье. Экономика края – это одно из самых ярких отражений ситуации на рынке труда. И наоборот. Сегодня в Краснодарском крае уровень регистрируемой безработицы 0,5 от численности рабочей силы в крае. Это один из самых низких показателей в России. Фактически в два раза ниже, чем в среднем по России. Именно на сегодняшний момент работодателями края в службу занятости заявлено порядка 53 тысяч вакансий. В это же время ищут работу около 22 тысяч человек, ищущих работу. Вот если говорить, то есть на каждого ищущего приходится 2-2,5 вакансий. Основная часть из них, конечно, и население, и количество работодателей сосредоточено в крупных городах. Краснодар, Сочи, Новороссийск, Армавир. Это порядка 45% от всех вакансий. Вместе с тем, рынок труда насыщен. Имеется порядка 250 наименований профессий. Кроме этого, порядка 100 должностей, которые предлагает работодатель. Если говорить о востребованности профессий, то десятку, так скажем, лидеров по рабочим профессиям не сказал. 65% заявленных вакансий – это все-таки рабочие профессии. Десятку замыкает лидеров – это водители, это рабочие строительных профессий, это специалисты в сфере обслуживания, конечно, торговля. В сельском хозяйстве механизаторы требуются. Если говорить о специалистах с высшим образованием, конечно, традиционно для края у нас потребность в врачах, педагогах, инженерах различных специализаций. Это IT-специалисты. Конечно, требуются и бухгалтера-юристы, но их незначительное количество. Ну, в общем-то, основные профессии, которые массово заявлены, я назвал. Вот этот уровень безработицы, я хотел бы отметить, полпроцента, который, как вы и сказали, ниже, чем в среднем по стране, он во многом придерживается уже много лет на этом уровне, сохраняется благодаря работе вашего министерства, благодаря работе центров занятости и программе, которая реализуется у нас в Краснодарском крае. Это государственная программа содействия занятости населения и соответствующая подпрограмма реализация политики занятости населения. Попрошу пару слов рассказать об этой программе, что она в себя включает, что входит в такие значимые, может быть, моменты, по которым удается работать и получать такой хороший результат. Ну, я уже сказал традиционно, значит, конечно, еще раз повторюсь, программа влияет и она регулирует ситуацию на рынке труда. Вместе с тем, основной драйвер, конечно, это предприятие, это наша экономика. Государственный услуг в рамках программы для граждан обеспечивается 12. А одно из основных, это, конечно же, содействие трудоустройству и подбор необходимых работников работодателям. Это организация профессионального обучения для безработных, кто не может найти работу для дальнейшего трудоустройства. Это помощь в открытии предпринимательства. Это поддержка безработных, испытывающих трудности в поиске работы. Это инвалиды, это предпенсионного возраста граждане, это одинокие, многодетные родители. Это и граждане, уволенные с военнослужбы, лица, освободившиеся из мест лишения свободы. Для них определенные мероприятия по поддержке, именно для организации временных работ существует. Дополнительно им к заработной плате выплачивается материальная поддержка за счет средств краевого бюджета. Это традиционно организуется общественная работа с муниципальными образованиями. Также в период работ выплачивается поддержка каждому, кто участвует в общественных работах. Это отдельные мероприятия для безработных граждан по поиску работы. Это психологическая поддержка, социальная адаптация. Традиционно мы говорим о том, что не говорим, а делаем ярмарки-вакансии вместе с нашими работодателями. Если говорить о цифрах, то порядка за текущий год 750 ярмарок-вакансий проведено. Порядка 120 тысяч жителей края приняли в них участие. Кроме этого, реализуется возможность также переезда переселения на территории края из одного муниципального образования в другое, в том числе сезонная занятость в курортный сезон на побережье Черноморского. Также выплачиваются дополнительно услуги по переезду, финансовая помощь, период трудоустройства. То есть колоссальная работа проводится в рамках этой государственной программы. Возможности для людей, они в принципе определены. Это позволяет им выбор делать, если нет постоянной работы, если есть сезонность, если есть возможность переобучения. Все это дает возможность людям выбирать и в конечном итоге находить работу. Это самое главное. Но все-таки, Николай Николаевич, говоря о людях, которые оказались в такой непростой, может быть, жизненной ситуации, оказались без работы по разным причинам. Я думаю, и мне так представляется, хорошо, что есть ярмарки, вакансии, хорошо, что есть профориентация, обучение, о которой мы еще обязательно скажем. Но главной точкой входа, на мой взгляд, являются центры занятости. Если я не прав, поправьте меня. И все-таки, сколько у нас центров занятости в крае? Как они себя чувствуют? И скольким людям ежегодно помогают? Конечно, в каждом муниципальном образовании у нас центры занятости созданы. Их 44. Непосредственно работают с людьми. Конечно же, они основной упор сопровождения людей при трудоустройстве и подбор необходимых работников для работодателей, конечно, организуют центры занятости населения. Работа выстраивается в рамках единых требований. Это личный прием непосредственно людей, которые приходят в центры занятости. Мы переходим сейчас на предоставление услуг в электронном виде. Ну, перешли практически на предоставление услуг в электронном виде. То есть человек, это прежде всего связано и с возможностью не посещать центр занятости, а воспользоваться онлайн-режимом. Работодатели сегодня, порядка 90 тысяч работодателей предоставляют нам сведения о вакансиях в электронном виде. Если человек зарегистрировался на портале, он может самостоятельно осуществлять подбор себе, записываться на ту или иную вакансию, которая его интересует. И при наличии этой вакансии получает отклик, что она появилась, он может зайти туда, непосредственно обратиться в электронном виде по СМС, либо в личном кабинете о том, что он нуждается в собеседовании с работодателем. Дальше происходит подбор, возможно, даже онлайн-переговоры организовать в центры занятости. Тем самым мы расширяем возможность поиска работы без физического посещения центра занятости. Все условия для поиска и эффективного нахождения работы в крае созданы. Отмечу лишь, что работа центров занятости и организация этой работы, это тоже в рамках программы Краснодарского края о содействии занятости населения. Вот с одним из центров занятости населения мы связались. Сейчас пообщаемся с Деминой Мариной Владимировной, руководителем центра занятости населения Тихорецкого района. Марина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли для нас время. Расскажите немного о вашем центре занятости, сколько вакансий он предлагает ежегодно, скольким людям помогает найти рабочее место. Здравствуйте. Марина Владимировна, продолжайте, мы вас слышим отлично. Если вы смотрите телевизор, сделайте потише. Я хотела немного рассказать о порядке работы нашей службы нашего центра занятости. Во-первых, оказание государственной услуги, содействия в трудоустройстве гражданам в нашем центре мы ведем на основе клиента ориентированности. Используем практику профилирования граждан, то есть распределяем их на группы в зависимости от профиля и их профессиональной деятельности в прошлом. Учитываем уровень образования, ну и, конечно, мотивацию и потенциал трудоустройства. Это позволяет эффективно оказать человеку комплекс услуг. Также обеспечиваем различные каналы для информирования граждан об имеющихся вакансиях, о повышении квалификации, об участии в активных программах. Так размещаем нашу информацию на интерактивном портале, в соцсетях, что является наиболее востребованным сегодня, в средствах массовой информации. Используем соцпартнеры, ТОСы, Управление молодежной политики. Для отдельных категорий граждан используем соответствующие площадки, ВАИ, соцзащиты, военкоматы, учебные заведения. Так, в рамках нацпроекта хочу сказать, что 62 человека предпенсионного возраста у нас уже получили направление на переподготовку, повышение квалификации. 44 человека уже закончили обучение. Это уже позволило им быть более конкурентоспособными на рынке труда. Они получили дополнительные компетенции. Эффективным для трудоустройства соискателей, конечно, является его участие в ярмарках вакансий. Две большие масштабные ярмарки мы проводим ежегодно. Порядка 50 работодателей принимают участие. Порядка 400 человек соискателей посещают. И 15% это тот процент трудоустройства, который мы получаем после проведения таких ярмарок. Хорошие показатели. Марина Владимировна, спасибо большое. Мы продолжим в нашей студии. Я думаю, что подобная работа ведется в каждом центре занятости, в каждого района. Но в общем, в целом, это все выливается и складывается в одну большую картину с показателем 0,5. Это уровень безработицы в нашем крае. Вот смотрите, хочу показать интересную статистику, любезно предоставленную Министерством труда и социального развития, о том, как по годам менялся разрыв между числом вакансий и количеством безработных. Это в тысячах человек. Обратите внимание, если в 2014 году показатели были 42 и 33 тысячи, то в 2019 этот разрыв увеличился. И теперь составляет 57 тысяч вакансий и 26 тысяч безработных. Вот такие результаты. Я думаю, что в этом есть вклад каждого центра занятости, как я сказал, в том числе и Тихорецкого района. Возвращаясь в нашу студию, Николай Николаевич, говоря об эффективности и повышении эффективности работы центров занятости, какая модернизация, какое обновление, может быть, повышение эффективности ждет центра занятости и когда они будут происходить? Потому что, ну, я думаю, что мы, несмотря на то, что имеем показатель 0,5, но хотим, чтобы он был еще меньше. – Ну, вопрос понятен. Ситуация на рынке труда и сам показатель, именно уровень безработицы. Это есть, я еще раз повторюсь, отражение самого рынка, и рынка труда, и экономики в целом, края. А что касается деятельности именно службы занятостью, то в рамках национального проекта повышения производительности труда выделена отдельная программа модернизации занятости населения вообще в целом. И один из этих ключевых позиций – это служба занятости. Цель и идея именно этого национального проекта, составляющего его, это расширение возможности предоставления услуг комплексно. Мы говорим о чем, что сегодня, помимо государственных услуг, предусмотренных в рамках действующего законодательства, закона о занятости, услуги будут выделены. Мы предполагаем, мы будем отрабатывать эту технологию в текущем году. Пригласили в федеральный центр компетенций для организации помощи нам в этой работе. Так вот, все будет зависеть от жизненной ситуации, будет выстраиваться позиция. То есть, если человек имеет ограничения по состоянию здоровья, но инвалиды, для них будет комплекс услуг выделяться отдельно, в целом. То есть, не только содействие трудоустройству, а о чем начала говорить Марина Владимировна, путем профилирования будет выделяться группа услуг, и комплексно будет подходить. Это, мы надеемся, повлияет на сроки поиска работы. И, конечно, от этого будет зависеть и качество удовлетворения услугами, и качеством их предоставления. И как основной из показателей повышения реализации этого национального проекта, это, конечно, повышение удовлетворенности услуг, как самим клиентам, гражданинам, да, и как также и работодателям. Вот в комплексе это должно дать основные такие прорывные, мы считаем, действия. К 2025 году амбициозные планы, порядка 85% мы надеемся, будет удовлетворенность получать или услуг. Вот о том, как это будет сделано, простите, что перебиваю. Расспросим Игоря Николаевича Прошунина. Он является руководителем Центра занятий населения Краснодара. А дело в том, что этот центр как раз-таки попал в проект по модернизации в числе 16 регионов, и он будет являться пилотным, правильно? Да, он уже является пилотным, и уже эта работа идет. Вот о том, как проходит эта работа. Игорь Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что выходите на связь с нами. Хотим расспросить подробности этого пилотного проекта. Поздравляем ваш центр, он стал таковым. Что меняется, какого эффекта ждете от модернизации? Ну, основная идея пилотных центров занятости, это создание современных кадровых центров. Отвечающих единым требованиям как к помещениям, так и к организации их деятельности. То есть на сегодняшний день в корне нужно поменять подход к тому, как предоставляются услуги в центре занятости. Ну, в частности, для примера, если на сегодняшний день, допустим, процент трудоустройства, обратившийся в центр занятости, оставляет более 75%, то мы для себя ставим целью добиться еще больших результатов для того, чтобы, ну, практически 100% людей, которые могли бы обратиться в службу занятости, могли себе найти работу по душе. А какой отклик получаете уже сегодня? Вот я понимаю, что это плановая работа, она пошаговая, и нельзя взять сразу и все поменять, но тем не менее, уже сегодня те изменения, которые есть, они ощущаются. Слышите, получаете ли слова благодарности от людей, которым помогаете найти работу? Ну, сейчас я не могу сказать в полном объеме о том, что ощущают люди, которые обращаются в службу занятости, потому что у нас сейчас происходит переходный период. Мы сейчас как раз все это дело внедряем, в частности, обучаем наших сотрудников новым методам, новым подходам, для того, чтобы они после того, как пройдут обучение, пройдут стажировку, начнут работать уже с новыми силами и в новом формате. Не сомневаемся, что у вас все получится, и вашему персоналу, вашим сотрудникам все удастся, и от этого все, кто обращаются к вам в Центр занятости, будут получать еще больше удовлетворения и находить работу по душе. На связи с нами был Игорь Николаевич Прошунин, руководитель Центра занятости населения города Краснодара, который стал пилотным в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Сейчас предлагаю прерваться на короткую рекламу, после которой мы продолжим говорить и о работе Министерства труда и социальной защиты Краснодарского края и о работе центров занятости, которые помогают найти работу и переобучиться людям, которые по каким-то причинам не могут найти себе место на рынке труда. Об этом мы не только продолжим после короткой рекламы. Дождитесь. Продолжается прямой эфир телеканала «Кубань-24» о рынке труда Краснодарского края. Говорим мы сегодня с гостями в нашей студии. Если у вас есть вопросы или, может быть, вы хотите получить совет о том, как найти хорошую, высокооплачиваемую работу, дозваните к нам по телефону 274-11-14 и внимательно следите за эфиром. Я думаю, что об этом и пойдет речь далее. Николай Николаевич, вопрос к вам. Все-таки в продолжении темы о работе центров занятости и Министерства труда и социального развития. На какую поддержку могут рассчитывать люди, которые оказались без работы по той причине, что востребованность профессии пропала? То есть то образование, которое они когда-то получали, оно больше не является востребованным. Что им делать? Как им быть в такой ситуации? Конечно, в первую очередь надо изучить сам рынок труда. Какие профессии востребованы? Мы говорили о том, что топ-60 в принципе определен, он вывешивается ежемесячно, но лучше определиться самому. Изучить рынок труда можно на нашем сайте непосредственно. Есть четкое понимание мониторинга рынка труда. Сегодня сайт дает возможность зайти в конкретное муниципальное образование и одним кликом увидеть, какие профессии сегодня востребованы. Кроме того, сколько людей по тем или иным профессиям ищут работу. И сопоставив таблицы, выдают данные, как раз о диспропорции на рынке труда. Кто востребован, кто не востребован. Очень просто увидеть самого себя в каждой профессии, которая заявлена, либо у людей, которые ищут работу, либо у работодателя, они там отражение свое увидят. Если говорить о возможности, увидев, изучив эту ситуацию, можно либо обратиться к специалисту за помощью. Специалист проводит профориентационную услугу и дает консультации по характеристикам самого человека. Он заполняет анкету. Может сам, не прибегая к специалисту, воспользоваться этим возможностью. Выдаются перечень наименований профессии, наиболее подходящих для него, для его темперамента, по его профессиональным качествам, как таковым. Дальнейшее – это, опять же, обращение к самому специалисту непосредственно, для того, чтобы выбрать образовательную программу по этой профессии и узнать о перечне самих образовательных организаций, которые сегодня предоставляют эти возможности. Кстати, эта информация тоже есть на вашем портале kubzan.ru – это адрес в интернете. Давайте я сейчас попрошу показать этот сайт. А вы прокомментируйте. Вот как раз тот раздел, который посвящен профессиональному обучению. Здесь есть и перечень приоритетных профессий, и реестр образовательных организаций, и поиск учебного курса. Расскажите. Ну вот перечень востребованных профессий. Как он складывается? Он складывается из текущей потребности работодателя, то есть о тех 53 тысячах, о которых я говорил. И кроме этого, мы проводим ежегодно прогноз потребности работодателей на среднесрочную перспективу, на 7 лет. И среднее арифметическое, так скажем, наименование профессий и специальности выдает топ этих профессий. И этот как раз перечень, он говорит о том, кто сегодня востребован, и на перспективу. Если говорить о наименовании образовательных организаций программ, это те программы, которые сегодня уже участвуют в торгах, и есть возможность обучиться по этим профессиям, специальностям. Но круг образовательных программ и круг образовательных учреждений, он не ограничивается. Можно, в общем-то, обратиться. Он пополняется. Как только появляется новая потребность у работодателя, соответственно, формируется заказ. В рамках 44-го федерального закона проводится закупка этих услуг образовательной организации, так и пополняется перечень этих образовательных программ и учреждений, которые участвуют в этом процессе. Вот сейчас как раз я показывал нашим зрителям реестр образовательных организаций, который есть. И здесь, как сообщает мне сайт, более 200 страниц. То есть все самые востребованные специальности и образовательные учреждения, где им можно обучиться. Ну и в нашей студии я, наконец, рад представить директор Кубанского учебного центра жилищно-коммунального хозяйства Эрик Каренович Рутюнов. Напомню, что этот учебный центр является подведомственным Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. Приветствуем вас, Эрик Каренович. Расскажите о том, что ваш центр, насколько я знаю, является единственным государственным учреждением, который как раз-таки занимается обучением в сфере ЖКХ. И скольким людям в этом ключе вы помогаете ежегодно? Насколько востребовано именно это направление сегодня? Направление топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, в том числе мы затрагиваем сейчас социальную сферу. Они, в общем-то, востребованы на сегодняшний день в рамках подготовки программ предпенсионного. На сегодняшний день у нас очень много программ. Их перечислять, конечно... Можно тоже на сайте посмотреть. Да, все можно посмотреть на сайте Кубанского учебного центра ЖКХ и увидеть непосредственно, что к чему и подобрать себе. Вот могу сказать, что на сегодняшний день мы выпустили к подготовке отопительного сезона группу ежемесячно почти. Вот где-то у нас, получается, с июля выпускаем ежемесячно группу операторов котельных. Это лица, которые имеют высшее образование, среднее образование, но пришли получить новую профессию. Изучив 256 часов, 2-3 месяца, они получают новую профессию и, соответственно, работают на предприятиях не только края, это, может быть, и регионы соседние, которые с нашим краем граничат. Но в целом могу сказать, что подготовка идет у нас очень активная. Что касается центров занятости, то Тимошевский центр занятости, Краснарский центр занятости, Туапсинский, Лобинский, мы очень активно с ними сотрудничаем, они сотрудничают с нами, мы готовим кадры. То есть по 44-му, соответственно, в ФЗ мы участвуем, если мы выигрываем, то, соответственно, мы готовим кадры. На сегодняшний день могу сказать, что актуальный процесс в этом и главный процесс – это подготовка рабочих кадров в очной форме обучения, чтобы они у нас учились, проходили практику, а потом, соответственно, уже шли на предприятие. То есть мы противники подготовки рабочих кадров в рамках заочной либо дистанционной. Это невозможно, этого нельзя просто делать. Ну что ж, да, вы опередили мой вопрос, об этом я и хотел спросить, в какой форме проводится обучение. Хорошо, тогда давайте пообщаемся с одним из выпускников программы «Оператор котельной», управляющей компанией «Элит СЖ» Илья Иванов на связи с нами. Здравствуйте, Илья. Добрый вечер. Спасибо, что выходите на связь с нами. Расскажите о том, как вы проходили переобучение, подготовку, вот эту, чья это была инициатива, ваша или вашего работодателя? Вообще, я по профессии экономист, но в связи с тем, что рынок всегда переполнен, мне нужно было найти работу. Я нашел вакансию оператора котельной. Когда пришел устраиваться на работу, мне сказали, что необходимо получить образование. И посоветовали Кубанский учебный центр жилищно-коммунального хозяйства, так как он является государственным учреждением. Я проходил обучение в очной форме. На протяжении двух месяцев меня готовили настоящие преподаватели. И по результатам я сейчас работаю по той профессии, которую получил в данном учреждении. Как изменилось ваше ощущение на рынке труда? Чувствуете ли вы себя востребованным специалистом? Знаете ли, что не останетесь без работы, получив вот такую новую специалисту? Да, конечно, чувствую. Потому что рабочая профессия, такая, как у меня, она является сейчас очень востребованной. И с этим не было труда устроиться на работу. И сейчас получать заработок. Ну что ж, отлично. Поздравляем вас с тем, что вы нашли работу по душе и сделали это довольно быстро. Советуем всем, кто сегодня не знает, чем себя занять и куда податься, последовать примеру Ильи Иванова, выпускника программы «Оператор котельной» и «ТСЖ». Николай Николаевич, вот в этой связи хочу у вас спросить, с какой вероятностью после обучения, переобучения, человек, который оставался невостребован, сможет трудоустроиться? Вообще, то есть, рынок вот этих востребованных профессий, мы уже проговорили, он достаточно большой. И центров обучения, о которых мы сказали, их тоже очень много. Ну, если говорить опять же о цифрах, да, порядка четырех с половиной тысяч человек безработных мы обучили благодаря образовательным организациям. Но о процедуре мы говорили, что сначала идет процедура выбора востребованных профессий, потом работодателей. Каждый центр занятости заключает в основной своей массе четырехсторонние договоры, образовательная организация, работодатель и непосредственно человек, ну и сам центр занятости. И здесь процент трудоустройства у нас порядка 95-98 процентов в разных территориях по-разному, но тем не менее это очень высокий показатель. Помимо этого мы сейчас, коллега начал говорить о том, что мы обучаем граждан предпенсионного возраста. Это также реализация нацпроекта в рамках старшего поколения. Здесь мы обучаем, и основной упор делается для расширения возможностей тех, кто работает, но и не безработных, людей, кто ищет работу. Здесь также происходит процесс на тех же условиях, как и для безработных. Человек сам физически ничего не тратит. Все это осуществляется за счет средств краевого федерального бюджета, если говорить о гражданах предпенсионного возраста. Это говоря о людях предпенсионного возраста. Я дополняю ваш ответ, вопрос на WhatsApp нам пришел. Кстати, напоминаю, про средства связи, телефон 274-11-14 и номер для WhatsApp сообщений. Вот один из вопросов. Кто оплачивает и сколько стоит обучение, если я уже второй месяц сижу без работы? – Оплачивает. Для безработных граждан все бесплатно. Если говорить об ищущих работах, это граждане предпенсионного возраста. А безработные, почему приоритет и государство тратит на это деньги? Основная часть людей у нас в крае трудоустраивается, не признаваясь безработным. Это порядка 70% людей приходит, для них есть работа, они трудоустраиваются. А для безработных он может получить этот статус только тогда, когда отсутствуют вакантные рабочие места подходящей работы в соответствии с тем, с чего мы и начали разговор. Если он не может применить свою профессию, имеющуюся специальность, тогда происходит процедура профессионального обучения его. На период его обучения выплачивается безработным стипендия в размере причитающегося пособия. То есть здесь гарантии соблюдаются для того, чтобы соблюсти условия и возможность проживания самого гражданина. То есть все условия, опять же, для того, чтобы найти работу, существуют. Эрик Каренович, мы вот с Николаем Николаевичем в начале программы пытались заглянуть в будущее, и он сказал о том, что рынок труда, рынок вакансий – это живой организм, который постоянно меняется, меняются требования к специалистам, меняются востребованности тех или иных специальностей. Вот вам, как человеку, который уже много лет занимается обучением, подготовкой востребованных кадров, заглядывая в будущее, как бы вы оценили перспективы, какие профессии будут востребованы, которые есть в том числе и в вашем центре, и которым можно обучиться и оставаться востребованным специалистом, профессионалом еще долгое время? Вы знаете, на сегодняшний день востребованные профессии – это профессии в основном рабочие профессии в первую очередь, потому что расширяется зона их трудоустройства, растет город, растет край, и, соответственно, нужны новые специалисты как для ТСЖ, так и для организации топливно-энергического комплекса, для строительных организаций. Соответственно, тех выпускников, которые мы выпускаем в Кубанском учебном центре ЖКХ, у нас они востребованы на рынке труда в первую очередь по учениям рабочей профессии, потому что придя к нам, он понимает, что он уже на 90% трудоустроен, у него 10% просто нет у него диплома, а про переподготовки, дающий право на реализацию новой специальности, либо нет удостоверения, либо сертификата. Когда он получает, он уже туда устраивается. Но из актуальных на сегодняшний день профессий, на которые мы берем и проводим сейчас анализ, к нам приходят химики, историки, юристы, экономисты уже с высшими, с двумя высшими образованиями и переучиваются на операторов, котельных, на слесарей, на автомехаников, на лифтеров, на специалистов по дереву. То есть вне зависимости, с чем они у нас приходят, мы сейчас проводим анализ, что очень много экономических специальностей и юридических специальностей, окончивших 20-25 лет назад. Сейчас это не востребованные специальности. В целом люди приходят получать рабочие профессии. Мы, я могу сказать, что сегодня у нас идет очень большой охват еще и рабочих профессий. Мы проводим анализ своих филиалов. У нас филиалы в Лобинске, это быстро развивающийся регион Краснодарского края с хорошими темпами производства. Мы в год выпускаем для Лобинского района около 2-2,5 тысяч рабочих профессий разного рода. Это может быть повышение квалификации, либо если это для кого-то, это охрана труда, первая медицинская помощь, либо это рабочие профессии, которые вновь перейдут на предприятия. Это Туапсинский район, это город Тихорецк. То есть у нас три филиала, потому что мы государственный учебный центр и в первую очередь мы сейчас сталкиваемся с тем, что когда они приходят трудоустраиваться, как и после окончания вуза, что ты окончил, государственный или коммерческий. Сейчас смотрят на то, что есть очень много возможностей просто людям получить образование и потом быть нетрудоустроены, потому что это будет не государственное учебное заведение. Тоже есть такой риск. Скажите, последний вопрос, наверное, успею задать. Являясь подведомственным учреждением Министерства ТЭК и ЖКХ, как происходит взаимодействие по, может быть, анализу перспективности той или иной профессии и востребованности ее в дальнейшем? Взаимодействуете ли в этом? Да. У нас полное взаимодействие. У Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края 8 крупных подведомственных организаций. Это Кубаньводкомплекс, это фонд капитального ремонта многоквартирных домов, это Кургайнский трубопровод, это АТЭК. И мы готовим кадры для этих организаций в том числе. Также у нас есть госзадания. Потом у нас есть, в том числе мы смотрим в течение года, какие специальности востребованы. Закладываем их на следующий год календарный и готовим для наших организаций подвинуться к нашему министерству. Для того, чтобы не было вакансий в наших организациях. Ну вот теперь, я думаю, наши телезрители понимают, какое большое взаимодействие между различными министерствами, ведомствами, структурами, обучающими центрами, центрами занятости существует для того, чтобы как можно меньше безработных у нас было в крае. Поэтому мы можем с определенной долей гордости говорить о том, что наши показатели в числе лучших по стране. Об этом мы не только. Продолжим говорить сразу после короткой рекламы. Дождитесь и не переключайтесь. Продолжается эфир телеканала «Кубань-24». Вы смотрите через край о востребованности на рынке труда. Говорим мы сегодня и уже упоминали в начале нашей программы такую государственную программу, которая действует в крае. Называется она «Повышение производительности труда и поддержка занятости». И как отметил глава региона Вениамин Иванович Кондратьев, рост производительности труда до 2024 года на предприятиях края должен составить не менее 5% в год. И при этом жители Кубани не просто должны иметь возможность работать, должен быть выбор рабочих мест. О том, какая работа ведется в этом направлении, нам и расскажут гости в нашей студии. Я напоминаю, телефон прямого эфира 274-11-14, код «Краснодар-861». Вы также участвуете в голосовании на нашем сайте и пишите свои вопросы на наш номер WhatsApp. А тем временем я рад представить Дмитрий Николаевич Цаплев, начальник отдела реализации региональных проектов Министерства экономики Краснодарского края. Здравствуйте. Добрый вечер. И Тарас Вячеславович Родионов, руководитель отдела Центра компетенции в сфере производительности труда Фонда развития промышленности Краснодарского края. Здравствуйте. Благодарю Вас за то, что уделяете нам время и этот вечер проводите вместе с нами. Первый вопрос, Дмитрий Николаевич, если позволите, Вам. Вот о том, какая сегодня в крае и в стране проходит работа по повышению производительности труда, почему это необходимо и в чем она, в общем-то, заключается? Прежде всего, необходимо, потому что мы понимаем, что на сегодняшний день без роста производительности труда не пойдет дальше все, можно сказать, направления деятельности, независимо от направления здравоохранения, социальные услуги, все пересекается, в том числе промышленность, сельскохозяйство, все пересекается с национальным проектом по повышению производительности труда. То есть на сегодня мы понимаем, что где-то мы от зарубежных стран отстаем, где-то нужно наверстывать, догонять, где-то нужно опережать, поэтому на сегодня нужно ставить себе амбициозные цели, задачи, которые позволят нам при достижении выравниваться и конкурировать с соседними регионами, странами. Поэтому на сегодняшний день работа в крае ведется, как и в других субъектах. То есть задачи направлены на привлечение предприятий, вовлечение в работу по национальному проекту. То есть это сегодня проводятся выездные мероприятия, совещания, привлекаются предприятия, привлекаются прежде всего руководители. Мы вовлекаем, объясняем, кто-то уже заряжен на эту работу, кто-то еще не знает, кто-то боится, кто-то просит ему разъяснить все необходимое, все положения. Поэтому работа ведется обширная, в том числе с привлечением региональных органов власти, муниципальных, населения, ну и самих непосредственно предприятий. Хорошо, продолжим об этом. Тарас Вячеславович, хочу у Вас поинтересоваться, какую роль в этом процессе играет центр компетенции в сфере производительности труда? Какие задачи стоят перед Вами и как Вам удается с ними справляться? Ну, региональный центр компетенции, созданный в 2018 году на базе регионального фонда промышленности, является, скажем так, основным игроком на территории Краснодарского края, который вовлекает, привлекает предприятие в национальный проект. То есть наша задача к 2024 году привлечь в проект порядка 349 предприятий. В этом году нами уже на данный момент заключено порядка 15 соглашений с предприятиями, которые вошли в проекты, на которых уже работают консультанты. И также до конца года порядка 10 предприятий также подключатся к данной работе. Сколько будет продолжаться эта программа? Какой временной интервал, какой период есть у предприятий Кубани, понять, что это нужно, понять, что это важно, включиться в работу и, главное, получить результат? Ну, сам национальный проект, конечно, рассчитан до 2024 года. Соответственно... Откладывать в долгий ящик не стоит, да? Да, в долгий ящик, конечно, не стоит. Кто первый встал... Тот, в общем-то, и успел. Но я думаю, что сил и средств на всех хватит. Но как это происходит? Куда подаются заявки от предприятий? Куда им выходить? С кем общаться? И как налаживать работу? И, в общем, главное, как она происходит после того, как предприятие попадает в эту программу? Позвольте, я отвечу. Пожалуйста. Как Министерство экономики Краснодарского края выступает куратором национального проекта на территории региона. И все начинается с заключения верхнеуровневого соглашения. То есть, если предприятие выражает активность, свое согласие на реализацию мероприятий национального проекта, оно подает заявку на сайте производительность.рф, курируется оно федеральным центром компетенций. При заочном одобрении предприятия по основным критериям выручка, численность предприятия, возможность роста предприятия, при одобрении этого предприятия приходит информация Министерства экономики Краснодарского края, что с этим предприятием можно заключать соглашение. И ведется работа по направлению, приглашается руководитель предприятия, сдаются и подаются документы, заключается соглашение между предприятием и Министерством экономики Краснодарского края. С этого момента предприятие получает статус участника национального проекта. Соответственно, предприятию дается выбор действовать в трех направлений. Соответственно, предприятие может работать непосредственно самостоятельно с региональным центром компетенции и с федеральным центром компетенции. На сегодня выбор предприятия самостоятельный, поэтому никаких, кроме как руководства предприятия, не принимает решения. На сегодня оно должно осознать, что ему предстоит эта дорога, что ему нужно повышать производительность труда и, соответственно, что идут они в правильном направлении. Работа начинается с сайта и с заключения соглашения. Отлично. Как приходят к этому решению, давайте узнаем. Сейчас на связи с нами по телефону Сергей Николаевич Миренков, заместитель генерального директора фермы «Дружба». Напомню, что эта ферма находится в Каневском районе. Они проходят программу реализации повышения производительности труда и поддержки занятости. И эта практика на этой ферме признана одной из лучших в стране. Сергей Николаевич, здравствуйте. Да, добрый вечер. Поздравляем вас, прежде всего, с такими хорошими показателями. И хотим узнать, вообще, с чего началась ваша работа по повышению производительности труда, почему вы решили заниматься вот этим развитием и как отреагировали ваши сотрудники, самое главное. Ну, мы уже давно начали задумываться о том, какие возможны дальнейшие шаги для того, чтобы продолжать развивать всю эту отрасль животноводства. Где-то года полтора мы пришли к сознанию того, что основная проблема заключается в отсутствии четких правил, по которым работают сотрудники. Иногда сотруднику приходилось выполнять работу так, как он представляет. Не так, как это нужно делать, а как ему казалось правильным. Соответственно, зачастую это было совсем не так, как хотелось бы нам, руководствуем в виду. Поэтому мы начали стандартизировать эти операции, как-то расписывать их, доносить до сотрудников. Однако, почувствовав, что нам не хватает знаний, как это делать, нужна учеба или нужна какая-то внешняя поддержка. И вот в этом плане появление этого национального проекта, производительность труда и этого элемента, этой программы, адресная поддержка, оказалось тем нужным инструментом, который помог нам дальше двинуться в том, чтобы достичь уже каких-то результатов, которые мы сейчас имеем. Сергей Николаевич, понимаю, что этот процесс не быстрый, говоря о повышении производительности труда. Сколько времени у вас на это отведено? Каких результатов вы уже добились? И готовы ли в дальнейшем делиться своим опытом с предприятиями Кубани, которые еще не встали на путь повышения производительности труда? Мы работаем пока только полгода по этой программе. И результаты, не сказать, что они очень большие, но они есть. Мы на том участке пилотном, где мы начали реализовывать программу, мы получили очень хорошие показатели по здоровью поголовья. Мы получили рост продуктивности где-то на 2 килограмма в день. То есть результаты нас обнадеживают, что успех возможен за счет этих инструментов. А мы в этом нисколько не сомневаемся, будем внимательно следить за вашими успехами и достижениями. Спасибо большое, Сергей Николаевич, заместитель генерального директора фермы «Дружба». Тарас Вячеславович, вот немного подробнее о том, как происходит этот процесс после того, как, о чем нам рассказал Дмитрий Николаевич, заключили соглашение. Дальше, кто приступает к работе? Ведь знаний самих сотрудников, даже руководства, может быть недостаточно для того, чтобы наладить и организовать все процессы. Кто к этому подключается? Вот как отметил Дмитрий Николаевич, то есть у предприятия три направления. Региональный центр компетенций закрывает, скажем так, два направления. То есть работает как самостоятельные специалисты самого регионального центра на предприятиях, так и мы привлекаем экспертные организации для работы на предприятиях. То есть заключается трехстороннее соглашение предприятия, экспертные организации и фонд развития промышленности, по условиям которого экспертная организация реализует ряд мероприятий, направленных на рост производительности труда на предприятии, разрабатывает программу повышения производительности труда на три года для этого предприятия и также сопровождает внедрение данной программы. Фонд развития промышленности, в свою очередь, оплачивает услуги данной экспертной организации. Вот в таком ключе. Дмитрий Николаевич, вопрос к вам. Знаю, что на этой работе, о которой мы сейчас рассказываем, все не заканчивается, все не останавливается. Знаю, что будут выдаваться гранты в рамках этого же национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Что это за гранты? Кому и с какой целью? И главное, в какой сумме? Грантовая поддержка будет выдаваться отраслям сельского хозяйства, транспорта и строительства. Эти сферы, чем они обозначены, это базовые несеревые отрасли, которые включены в национальный проект. За исключением промышленности. Эта отрасль поддерживается с помощью Фонда развития промышленности и регионального центра компетенции. Три отрасли, которые я уже сказал, они поддерживаются Министерством экономики Красноярского края в виде грантовой поддержки на привлечение консультантов для внедрения технологий бережливого производства, для роста производительности труда в течение трех лет. Грантовая поддержка принято решение, что она будет в сумме трех миллионов рублей. Эта сумма целевая, исключительно на привлечение консультантов. То есть консультанты будут разрабатывать программу повышения производительности труда, которая будет включать в себя как раз таки планомерное достижение показателей национального проекта. Это вот рост производительности труда, соответственно, 10, 15 и 30 процентов по итогам первого, второго и третьего года. Отлично, с грантами разобрались, вопрос закрыт. Тарас Вячеславович, хочу у вас такой момент прояснить. Немножко имея знания в области менеджмента, понимаю, что любые изменения, как правило, воспринимаются сотрудниками предприятия. Ну, если не в штыки, то с сопротивлением. Расскажите, как удается побороть этот фактор? Ведь наверняка люди привыкли работать и не хотят каких-то изменений. На самом деле, когда работнику на его рабочем месте показывают, что с применением инструментов бережливого производства его работа становится проще и быстрее, то есть со временем они все комфортнее, совершенно верно. То есть они все со временем приходят к тому, что этим надо заниматься. Ну вот такой эффект получаем мы в рамках одного конкретного предприятия, которое проходит программу повышения производительности труда. Но, Дмитрий Николаевич, какого эффекта мы ждем по завершении этой программы, по реализации этого проекта для экономики Краснодарского края? Какие цифры, какие у нас показатели и задачи стоят? Во-первых, мы ждем бум, всплеска, вовлеченности предприятий. То есть если на сегодня есть некий ступор у предприятий, входить, не входить, что это им даст, то я думаю, к середине, надеемся, даже в следующем году с помощью и уже тиражирования опыта, полученных, например, как у Дружбы, есть также комбинат Кубань. То есть если будут реальные практики, на которые можно будет показать действительный рост, то есть предприятия будут видеть своих коллег, их застижения, мы увидим, соответственно, и рост вовлекаемости предприятий. Поэтому как Тарас Вячеславович уже говорил, что у нас показатель порядка 349 предприятий достичь. Ну и, соответственно, план такой, что мы достигнем указанного роста в национальном проекте, это не менее 5% к 2024 году, но и на сегодня даже уже мы ставим более амбициозную цель. Если взять стратегию развития Краснодарского края, там рост заложен 5,5%. Поэтому, ну я думаю, это не предел, мы не останавливаемся, поэтому достигая роста производительности труда на предприятиях, соответственно, они будут давать и налоговое числение, будут давать высококвалифицированные рабочие места, соответственно, люди будут трудоустроены, зарплаты будут подниматься, ну, соответственно, вкупе развитие экономики будет, я думаю, положительный. Мультипликативный эффект, комплексный, да? Давайте предлагаю коллеге вернуться к тому, с чего мы начинали. Повышение производительности труда и поддержка занятости – это очень важно и здорово. Ну вот, хотелось бы пообщаться с Александром Сафоновым, профессором финансового университета при правительстве Российской Федерации. Здравствуйте, Александр, приветствуем вас. Добрый вечер. Спасибо большое, что выходите на связь с нами. Наша программа сегодня посвящена производительности труда. Вообще, в последней части нашего эфира мы говорим и о автоматизации процессов, и часто слышим о бережливом производстве. Но хотим понять, не приведет ли все это, все эти процессы, в ближайшем будущем к росту числа безработных? Вот какие специальности останутся востребованы, несмотря ни на что? Ну, те специальности, которые останутся, несмотря ни на что, это все те, которые связаны с способностью человека анализировать и что-то изобретать. Поэтому специалисты с аналитическим уклоном, то есть которые занимаются аналитикой, разработкой новых видов продукции, соответственно, с коммуникацией с клиентами, ну, вот все они, конечно, останутся востребованными. Потому что, как ни странно, вот любая, так сказать, механизация, автоматизация, она имеет оборотную медаль. Это то, что люди хотят все-таки видеть напротив себя людей, не автоматов. Поэтому в этом контексте, ну, наверное, не будет угрозой и тем лицам, которые работают в сфере гостеприимства. Поэтому здесь тоже как-то есть определенные перспективы. Но я бы хотел сказать о главном. Надо не забывать о том, что пока, с точки зрения, так сказать, экономистов, скажем так, доказанности абсолютного взаимосвязи, автоматизации, потери рабочих мест нет. И это связано с тем обстоятельством, что автоматизация, она порождает новые запросы. То есть, да, безработица может быть, но, скорее всего, она будет наносить, скажем так, временной характер до того момента, пока дисбаланс на рынке труда, когда будут востребованы новые специалисты, их не будет хватать всего, ну, скажем, отсутствия необходимой квалификации, да, они все равно, так сказать, потом будут закрыты. Потому что мы такое испытывали в начале 90-х годов, когда значительное количество предприятий старого образца закрывались, появлялись новые виды профессии, людей не хватало. Соответственно, с соответствующими знаниями был временный, что называемый... Пропел Александр Сафонов, да, к сожалению, связь прервалась. Очень жаль, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации уверил нас в том, что несмотря на развитие технологий, на модернизацию и автоматизацию процессов, ничего страшного не происходит, рабочие места не теряются. Так ли это на самом деле, Тарас Вячеславович, как считаете? Да, я полностью поддерживаю данную точку зрения. Даже как показывает практика при реализации национального проекта, точнее, сначала была приоритетная программа по повышению производительности труда с 2017 года, она реализуется. Ну, ни один работник не был уволен с предприятия. Потому что каждый руководитель знает, на что способен его рабочий, и с удовольствием его переводят на новые какие-то производственные мощности. Более, что в этом процессе ценность каждого работника возрастает. С такими возрастоваться не хочется. Итак, о том, как получить хорошую работу, спрашивали сегодня мы на сайте. И давайте подведем итоги. Более 40% говорят, что нужно ее активно искать. 33% считают, что необходимо постоянно повышать квалификацию. Работать на себя 16% и обращаться в центр занятости намерены только 8,5%. Это были итоги нашего голосования. Благодарим всех, кто принимал участие и в голосовании, и в нашей программе. Смотрите «Кубань-24». До встречи.